А теперь подробнее об этих и других новостях. В больницах городского округа возросла потребность в жизненно важном компоненте. Чтобы не допустить острого дефицита донорской крови, медики призывают всех желающих совершить тихий подвиг. Тему продолжит Луиза Егезарян. Кровь нужна всегда. В любое время дня и ночи, в хирургических отделениях, в родильных домах и в реанимациях она должна быть под рукой у врачей. За последние две недели Люберецкая станция переливания выдала 27 литров крови и более 30 литров плазмы. Есть несколько причин, по которым потребность в жизни на важном элементе возросла в разы. Терапевтические отделения, где пациенты, у которых за 50, за 60, у которых после перенесения из коронавирусной инфекции, осложняются основные заболевания. Очень большое количество каких-то неуточненных пока анемий. С чем это связано, еще придется нам разбираться. Большое количество таких пациентов нуждается в трансфузии форменных элементов крови. На данный момент на станции переливания крови есть неснижаемый запас плазмы. Хуже дела обстоят с форменными элементами. Их хватит на несколько дней. Улучшение ситуации сегодня зависит от каждого. В среднем где-то за дней 10. Если хорошо к нам доноры начнут ходить, мы все догоним. Да, у нас будет все хорошо. Ну, как минимум 20 человек в день нам должно прийти. Медики не только ждут добровольцев, но и сами выезжают к ним на предприятия. В ближайшее время к донорской акции присоединятся коллективы ЛГЖТ и НПП «Звезда». Совершить тихий подвиг во имя других может каждый, у кого нет противопоказаний. Станция переливания крови ждет доноров с понедельника по четверг с 8 до 12.00.